Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами знаменитых художников Андре Масон, французский живописец-график Вырос в Бельгии, начал изучать изобразительное искусство в возрасте 11 лет в Академии изящных искусств Брюсселя Под руководством Константа Монтальда Обосновался в Париже, познакомился с Максом Жакобом Участвовал в Первой мировой войне, был тяжело ранен Несколько месяцев провел в госпиталях В 1919 был освобожден от воинской повинности А в 1922 масон поселился на Монпарнасе И снял под мастерскую маленькие помещения В этом же году у него приобрели несколько работ Гертруда Стейн и Эмингуэй В 1923 году познакомился с Хуаном Миро, Антоненом Арто, Мишелем Лэрисом Вошел в круг сюрреалистов Но надо сказать, что в 1929 году порвал отношения с Бретоном, отцом-основателем, сюрреализма Также он принимал участие в первой сюрреалистической выставке, которая состоялась в галерее Пьер В 1924 году подружился с Жоржем Баттаем В дальнейшем иллюстрировал его книги Жил в Испании, США Работы масона хранятся в крупнейших музеях, включая музей Уинхейма, Нью-Йорка и Центр Попеду Парижа Ранние работы выполнены в стиле кубизма Впервые выступил сценографом и постановке балета симфонии Мясина В предзнаменовании в 1933 году Масон глубоко повлиял на становление абстрактного экспрессионизма в Америке Я цитирую Википедию После возвращения во Францию продолжал работу в театре, книжной иллюстрации Расписал плафон Парижского театра Дион Вариант Национальной художественной премии в 1954 году Ему посвящен фильм Жанна Гемеона «Андре Масон и четыре стихи» В юные годы Масон увлекался импрессионизмом и символизмом Арт-Ноу, модными идеями Ницше и Вагнера Приезд масона в США сыграл ключевую роль в развитии абстрактного экспрессионизма В Нью-Йорк Влияние масона чувствуется в творчестве Джексона Поллока и Аршилия Горького Сам масон в Америке увлекся китайским искусством Широко представленным в музее Метрополита в Нью-Йорке и в музее Бостона в Массачусетсе Ну вот, некоторые интересные факты из жизни художника В апреле 1917 года он тяжело раненый лежал всю ночь посреди кровопролитной битвы при Эссениной на дороге Дам Пока на следующий день до него смогли добра танитары Ранение в грудь было настолько серьезным, что масону пришлось провести в госпитале два года А последствия контузии проявили его даже в психиатрическую лечебницу Всю жизнь масоном пушили физические боли, ночные кошмары и бессоние У него было два сына и дочь Один дирижер-перкуссианист Диего Массон Второй Луи Массон, актер И Лили Массон, художник Все, всем пока, всем привет Вот так вкратце о французском живописце и графике Андре Массоне Смотрим прабулу, пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok